Настрой боевой, готовность максимальная. На поле выходят игроки футбольного клуба и спортшколы с одинаковым названием Одинцова. Им предстоит поставить точку в первенстве округа молодежных команд. Игра ожидается напряженной. Инициативу в свои руки сразу взяла команда в синем. Первенство Одинцовского округа по футболу среди молодежных команд стартовало месяц назад. Холода не испугали спортсменов, лишь подогрели их интерес к игре. Стадион у нас замечательный. Здесь подогрев, поэтому можно бегать. Кругом будут сугробы, а здесь можно бегать. Но, конечно же, это тяжело, потому что воздух сырой и влажный. То есть организм все равно уже перестроился под зиму. Физические какие-то нагрузки, они немножко, может быть, потяжелее даются. Обязательно, конечно, желательно разогреться, чтобы избежать именно микротравм, связанные с коленки, сухожилия, связки. Формат 11 на 11. На поле большинство игроков младше 35 лет. По регламенту в составе могло быть не более пяти футболистов постарше. Первенство организовали общественная палата и федерация футбола муниципалитета. Задача, которую мы ставили, это привлечь как можно больше молодых ребят и сделали так расписание, что турнир проводился вечерами в четверг и в пятницу. Ну, отрывая, конечно, ребят от каких-то своих важных воскресных и выходных дней, но они играли все. Больше ста человек приняли участие в этом турнире. В финальной игре страсти кипели нешуточные. За золото турниры против профессионалов сражались любители. Последние заручились поддержкой болельщиков. В этот раз удача была не на стороне ФК Одинцова. Улыбнулась игрокам из спортшколы. Итог игры 6-0 в пользу профессионалов. Впрочем, победители говорят, дело не только в удаче. Мы занимаемся практически каждый день под руководством главного тренера нашего Семшова Петра Ивановича. Хотел бы поблагодарить. Без него бы и не было нашей победы. Также ребят, кто смог посещать тренировки и игры. Отличный турнир, отличное судейство. Организаторы говорят, такое первенство в Одинцовском округе проходило впервые. Но, скорее всего, станет традицией. В планах футбольная зима 2022.